Заступил в караул и не вернулся. В Харькове погиб курсант университета воздушных войск. Руководство учебного заведения заявляет, что это было самоубийство, но родные уверены, что парня убили. Детали этого загадочного дела выясняли мои коллеги. Тело третьекурсника Дмитрия Зобнина нашли накануне вечером в караульном помещении. Рядом лежал автомат Калашникова, с которым курсант должен был заступить на дежурство. В университете уже назвали это самоубийством. Говорят, конфликтов никаких не было. Три дня назад вернулся из отпуска. По словам преподавателя, парень лишь жаловался, что ему трудно учиться. Скажелся на то, что программа складна. По навчению тяжело учиться, но в принципе он способен с ней впораться. У него хорошие оценки. Отец Дмитрия в версию самоубийства не верит. Это называется убийство. Просто мой ребенок что-то увидел. Не то, что он должен был видеть. Как он рассказывал, у них за последнее время очень поднялась продажа наркотиков по Хубсу. Увеличилось число наркоманов. Сергей Зобнин рассказывает, что сын был очень целеустремленным и покончить с собой не мог. Отец попросил сделать экспертизу и проверить, нет ли на одежде курсантов, которые заступили с Дмитрием, в наряд. Следов пороха. Я своего ребенка знаю. Ребенок, если утром встает в 6 часов, делает зарядку, принимает ванну с песней, и вечером он стреляет сам в себя. Это просто нереально. Дело расследует военная прокуратура совместно с полицией. И пока выводы не спешат делать. Ждут результаты в экспертиз. На данный момент тело висковослужбовца направлено до Харьковского бюро СМЭ для проведения соответственной экспертизы. Версии проверяются разные, но в дальнейшем будет вырешена квалификация. Родственники Дмитрия ждать не собираются и проводят собственное расследование. Геннадий Вивденко, Светлана Шекера, Александр Яновский. Подробности телеканал Интер. Харьков.